А вот в Германии отныне пресекают ненависть даже в соцсетях. Там вступил в силу закон, который вводит ответственность за посты и комментарии, разжигающие вражду. Кто и сколько заплатит, узнавала Татьяна Лугунова. Это тот случай, когда принятие закона в Германии проталкивали. Министр юстиции сделал все возможное, чтобы депутаты проголосовали за него еще до парламентских выборов. И нововведения побыстрее вступили в силу. И у него получилось. Теперь социальные сети несут ответственность за посты и комментарии, которые публикуют пользователи в немецком сегменте. Провайдеры социальных сетей должны нести ответственность, если их продукт используют как платформу для разжигания ненависти или других преступных призывов. Для таких явлений нет места в интернете, так же, как и на обычной городской улице. Теперь у социальных сетей есть сутки, а в спорных случаях неделя, чтобы рассмотреть жалобу на пост или комментарий. И если они действительно разжигают вражду или ненависть, удалить. За систематическое нарушение закона предусмотрены огромные штрафы. Ответственный представитель компании может быть оштрафован на сумму до 5 миллионов евро. Компании до 50 миллионов. Представители социальных сетей немецкий закон уже раскритиковали. Мол, сроки маленькие, а штрафы непропорционально большие. Да и вообще ответственность за преступные комментарии и посты в интернете должны нести не только частные компании, но и государство. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.